Сейчас нам нужно агитировать всех, включая, как ты сказал, буржуев. Нет, и всем же объяснять, что пролетарий, под пролетарием мы понимаем наемного работника, который материальные ценности, грубо говоря, производит. Да даже того, который прибыль приносит своему капиталисту. Нет, опять же, подожди, это слишком широко. Потому что о служащих мы то, что о запишем. Это же прослойка, есть служащие близкие к пролетарию, есть служащие близкие к капиталисту. Их не надо, нам не нужны все служащие, нам нужны только нашинские. Ты опять видишь, получается так, что либо мы широкое понятие, которое вообще любой приносящий прибыль, либо мы его начинаем сужать, отбрасывать оттуда всяких интеллигентов, служащих, либо мы узкое понятие, которое нам нужно для производственного принципа, либо мы его начинаем расширять немножко до всяких программистов, инженеров. Как мы? Нет, подожди, программист, он ни при каких раскладах не пролетарий. Он, может, близкий, опять же, к пролетарию. А вот товарищи говорят, что вы, известные блогеры, говорят в своих роликах, что программист угнетен, а не пролетарий. Нет, ну, программист угнетены вообще все. Понимаешь, угнетены вообще все. Даже сам буржуй угнетен, он сам человеческой жизни решен. Программист же не на воздухе что-то набирает пот, он на железке. И опять же, этот набранный код, он сам по себе ништяки не будет приносить. Ты никак не программируешь, чтобы тебе там навываливалось булочек из монитора, правильно? Это, опять же, твой код надо будет к чему-то материальному приложить. В этом ничего плохого нет. Все обычно так вот это обсуждают, как будто они считают, что пролетарий для нас это привилегированные какое-то будет сословие, типа, вот как раньше эти, как раньше дворяне были. И что интеллигент заставит там шапку ломать, три раза ку делать и все такое прочее. Да ничего подобного вообще. И не было такого. То, что мы там про скидку делали там в суде там на пролетарское происхождение, что там этот профессор Преображенский говорит. Мы, мол, с вами интеллигентные люди, нам скидку на происхождение, мол, не сделали. Так скидку на происхождение не сделали, что пролетарий у нас теперь гегемон, и ему все можно. А в том плане, что раз он пролетарий, он, скорее всего, жил в скотстве, всю дорогу, мне, слова доброго не слышал, мне, я же ничего хорошего не видел. А значит, у него спрос не такой, как с интеллигента, который жил еще в пятикомнатной квартире, он, значит, книжки читал. Или, по крайней мере, а не читал, вот с него можно спросить. Вот ты не читал, вот с него мы не спрашиваем, что он не читал, ему негде было. А с тебя пипец как спрашиваем. Потому что ты должен был прочесть, и не прочел, тебе скидки не будет. Но это не значит, что они привилегированы или типа того. Ну да. Диктатура пролетариата, вообще, надо еще вот из Ленина одно усвоить, что диктатура пролетариата, помимо всего прочего, она отличается от диктатуры буржуазии, например, и от диктатуры феодалов тем, что тут не та ситуация, как при феодализме или капитализме, когда один класс, все общество нагибает жестко под свои интересы. Диктатура пролетариата – это особая форма классового союза пролетариата со всеми остальными трудящимися слоями и прослойками. Конечно. Знаешь, это союз, у нас рабочий, и рабочий, и крестьяин, и интеллигент, понимаешь общие интересы. Все, вперед, дорогой товарищ, продвигай. Ну, потому что этому рабочему тот же программист, тот же интеллигент, тот же профессор, и даже тот же какой-то, не знаю, физик-фундаменталист, он ему нужен зачем-то, потому что он его условия труда облегчает, в конечном итоге он ему рабочий день сокращает. Да, я хотел удариться тут гуманизмом. Не, я просто хочу сказать, что он заинтересован в его трудении, не просто потому, что он ему какую-то вещь даст сегодня, а потому что он на будущее его жизнь улучшает. Да он тебе создает программу какую-то, которая тебе облегчает производство материального. Все, у тебя рабочий день, там не шесть, а четыре часа завтрашнего дня. Ну, или, грубо, да? Ну, да. Вот смысл в этом. Какую-нибудь супер таблетку, что у тебя раз, блин, и все, что ты там на вредных условиях, там, если я наработал, ты раз и выкошлил. Космос там тоже. Нарожай там все детей сколько хочешь, вон их переселим, там их вместе с вами, там, на соседние планеты, все.